Здравствуйте, друзья! Частенько задают вопросы об отношении к братьям нашим меньшим, то есть к животным. В частности, вот такой вопрос, а можно ли их усыплять? Грех ли усыплять кошек, собак? У меня дома три кошки. Одну подарили дочери, она проживает у нас пятый год. Второго голодного истощенного подобрали на улице в кустах котеночка. Он уже мяукать не мог, живет больше года. Третью подобрали под окнами с гниющей и переломанной лапой. Выходили, лапка осталась. Я пыталась пристроить этих двух, но они никому не нужны. Сейчас кризис, нам самим очень трудно, два кредита. Я пока не работаю, все на мужа, он очень недоволен. На улицу отправить не могу, они там погибнут долго и мучительно. Выходом вижу усыпление. Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации, что можно сделать верующему человеку и не согрешить при этом лишний раз. Ведь режут в деревнях больных кур, овец. Это грех. А почему больных? И не только больных, и вполне себе здоровых режут. Рубят только так, головы летят. И курей, и петухов. А еда пошел, а потом суп. Красота! И овец, и свиней, и коров, и не только. Конечно. А Вы идете в магазин, покупаете кусочек мяса. Как православному христианину можно это делать или нельзя? Например, убить корову мы не можем, а съесть ее можем. Вот эти твари, братья наши, меньшие которые, отданы нам. Мы для них, как Господь Бог для нас. И мы для них решаем, жить ли им, умирать ли им. Мы их держим. Милосердно к ним нужно относиться, безусловно. Заботиться? Однозначно. Я же говорю, как Господь к нам, так мы должны к ним тоже. И милость проявлять, и все. И заботиться, и помогать им, и оказывать такое милосердие, как Вы. Подобрали, накормили, обогрели, подлечили и все такое. Но если Вы их усыпите, то греха в этом никакого не будет. И что я здесь могу увидеть? Что, может быть, будет? Если Вы человек очень впечатлительный, и когда Вы это сделаете, Вам будет плохо, Вы будете сердцем маяться, Боже мой, неделю будете ходить, не спать, истерика, и слезы, что я наделал, что натворил. Это да, тогда это, конечно, дело такое. Подумать надо, стоит ли усыплять. Потому что, коли Вы настолько впечатлитесь, что нанесете фактически своей душе травму, то, может быть, действительно для Вас и не нужно этого делать. Вам нужно их спасать, лечить, и все. Сама погибает, товарища выручает, что называется. Но если у Вас с этим проблем, в общем-то, нет, но Вы просто так сомневаетесь, то тогда никакого греха в этом нет. Я понимаю, что сейчас поднимется волна негодования у людей, которые очень любят животных. И они сейчас в комментариях под этим видео понапишут лестных отзывов о киберпопее и его высказываниях в сторону животных. Но что есть, то есть. Что есть, то я говорю. По факту дело обстоит так. Мы слишком сентиментально стали к животным, слишком сентиментально и слишком жестоки к людям. Мы готовы пройти мимо боли человеческой, не заметить, но умиляемся глядя на животных и им оказывать. Попадаем под слова Христа, что это надо делать и того не забывать. Прежде всего нужно любить людей, ближних наших, но и про животных тоже не забывать, а не ставить их на первое место. Так что вот это излишнее такое сисюканье с животными, в общем-то, на мой взгляд, ничего хорошего в этом нет. Все должно быть на своем месте. А место животных – это животные, они и есть животные. Да, их нужно любить, помогать, заботиться о них, проявлять милосердие. Они тоже дарят нам свою ласку, тепло, свое внимание. Мы тоже ценим их за это. Но, 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 не возводить их в ранг, так сказать, совсем уж. Так что, если у Вас есть возможность усыпить, усыпите. Помогай Господь!